Я в Нуробе живу с 1957 года. Вот. И вот все это при мне на глазах закрылось. Это вот благодаря миру постался колониям здесь, которые были за счет осужденных. Когда-то было наполнение почтового ящика ША-320, осужденных было 25 тысяч человек. Ну а сейчас там, наверное, около тысячи осталось, поэтому надо уплатить все. Колонии не боят и Нуроба не боят. Охраняют ведь. Так что страшного нету. Уже привыкли. У нас здесь закачивается газ в емкости. Вот. Все вроде говорят свежий воздух, свежий воздух. А этот свежий воздух нам обходится очень дорого. Больница Соликамск ближайшая. Это мы взрослые, кто на пенсии, мы можем идти в больницу, можем не идти в больницу. А кто работает, им обязательно надо. Вот это вот такая. А так, что-то. Что сказать про ныров? Совсем херово. Все самое хорошее, все хорошо у нас. У нас все хорошо, видишь? Свет есть, связь есть, больница есть, вода есть. Какая больница есть? Так вот я о чем и говорю. А почему я нету? Почему я нету в этой больнице? Терапевтическая, хирургическая, все были, гинекологическая, все было, все функционировало, все работало. Когда только вот началась эта перестройка, все порушили. Но это не только у нас. Сейчас придумали переселение поселка. Какое переселение поселка? Ну вот куда старуха поедет, 80-90-летняя, куда она поедет и зачем она поедет? Приезжает губернатор, Басаргин еще был. Он, думаете, спросил, какие у вас здесь боль какая, нужда какая. Никто. Вот Черкунов, говорят, тоже приезжал. Нет, Черкунов не приезжал. Нет, говорят, был тоже. Вот этот Решетников, тоже, говорят, приезжал. Никто, вот они приземляются в вертолет. В лучшем случае до зоны доехали и обратно. Люди их абсолютно никого не волнуют. Нам бы вот деньги выделили на канализацию, на систему очистных. Очистные сооружения все, ну, короче, негодность пришли. Вот так вот рыба гниется головой. Потому что, я еще раз говорю, временщики кругом. Только звание им, больше ничего не надо. Ну, и в карман положить публику. Давай кише апельсик. Давай кише. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну да, короче, пятьсот рублей за работу. Да, да, пятьсот за работу он будет, ну все правильно. Нина, он у тебя за полгода окупился по счетчику. За полгода. Ты будешь платить копейку. Я тебе показывала, как я плачу двести рублей через два месяца. Вот. И ты будешь тоже, у тебя духовка вообще не работает. Я еще духовкой пользуюсь. У тебя будет копейка, копейка. Господи, я уже могу издевать. Да, да, а иначе, Нина, иначе я... Это у меня три месяца не плачено. Это, считай, триста. Потихонечку долго сейчас можешь давать, потихонечку, потихонечку. Вот, потихонечку. А сейчас ты триста за год заплатишь. Я не могу. Так вот, пятьдесят рублей еще у Зои заняла. Надо идти и разменять. Я пошла. Я заеду. Я пошла. Я заеду. Я пошла. Я заеду. Я заеду. Я заеду. Я заеду. Я заеду. Заеду. Я заеду. Да, вот так вот живешь и не знаешь, все будет больше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...